Нижегородская «Волга» провела заключительный матч на сборе в Крымске. Соперником команды Андрея Талалаева стал местный «Витязь». Состав «Волжан» уже напоминал оптимальный. Судя по всему, именно в этом сочетании «Волга» начнет первый матч весенней части перенства России против астраханского «Волгаря». Такой вывод можно сделать потому, что на поле отсутствовал Дмитрий Маляка, который не сыграет в Астрахани из-за дисквалификации. Единственный мяч на 11-й минуте забил Андрей Прошин. 1-0 победа «Волги». Как говорит главный тренер Андрей Талалаев, в этом матче готовились целенаправленно к преодолению обороны «Волгаря». 8-9 человек на своей половине поля и контратаки. Причем в этих контратаках очень мало спонтанности, больше наигранности. И если обращаете внимание, то в основном в каждой команде есть своя специфика. То есть одни команды любят контратаковать флангами, другие по центру. Так вот, разнообразие контратак «Волгаря» – это самая главная проблема, с которой сталкиваются соперники. Потому что перекрываешь центр, у них есть активные фланги, право и лево. И перекрываешь фланги, они могут провести быстрые атаки по центру. Всего же во время всех зимних сборов волжане провели 13 матчей. На первый взгляд по результатам равенства. 6 побед, 1 ничья и 6 поражений. Зато нижегородцы сыграли результативнее своих соперников. 35 мячей против 29. Больше всех забили Андрей Козлов и Алексей Шеляков. На их счету по 5 мячей. 14 марта «Волга» сыграет первый в этом году официальный матч с «Волгарем». 18-го на стадионе «Локомотив» в Волжане принимают «Газовик». К слову, полуфиналиста Кубка России. Григорий Ажигин, Александр Быков. Объективно. Спорт. ННТВ.